Бюджет Якутии скорректировали. Проект закона о внесении изменений в главный финансовый документ региона обсудили на заседании правительства республики в минувшую субботу. Корректировка связана с поиском резервов и перераспределением расходов на исполнение госпрограмм. Подробнее в материале Александра Охлопковой. Согласно программе главного финансового документа, доходная часть бюджета составит 171,348,000,000 рублей. Расходы определены на 177,754,000,000 рублей. Предлагается оптимизировать наши запасы нефтепродуктов и реализовать их на сумму 509,000,000 рублей. Тем самым соптимизировать механизм управления нашими страховыми запасами и снизить затраты на их хранение избыточного топлива, находящегося в собственности в республике Сахая-Якутия. Учитывая все изменения, дефицит госбюджета будет уменьшен на 225,099,000 рублей. Отметим, что бюджет региона по-прежнему остается социально ориентированным. Большая часть средств предусмотрена на образование, здравоохранение, социальную политику. В рамках вот этой инвентаризации полномочий нам удалось сшить консолидацию 2,222,000,000 рублей, которые были переспределены 1,11,000,000 на предприятия жилищно-коммунальное хозяйство. Зачем 426,000,000 мы увеличили объемы на мероприятия по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья, для обеспечения жильем детей-сирот мы дополнительно 118,000,000,000 добавили к тем средствам, которые у нас существовали, 666,000,000 рублей. На региональную социальную доплату пенсионерам мы также предусматривали средства в размере 430,000,000 рублей. Между тем, председатель правительства Евгений Чекин раскритиковал работу Кабмина. Я хочу отметить неудовлетворительную работу большинства министерств в этой части. И, соответственно, протоколе сейчас отметить, что всем министерствам в обязательном порядке обеспечить сокращение расходов государственных заданий в сети подведомственных учреждений не менее чем на 5%. Премьер заметил, что это только начало предстоящей корректировки бюджета. К осени еще предстоит реформа по всем программам министерств и ветомств. Я могу утрировать, но не хотелось бы. Утрировать всего два вопроса. Вы хотите заморозить республику или, соответственно, оставить без зарплаты? У меня нет печатного станка, и Минфин тоже печатный станок не имеет. И вы, к сожалению, тоже доходов не добавляете в бюджет. Поэтому еще раз, коллеги, ситуация крайне серьезная. И попрошу, соответственно, в полной мере сейчас оперативно соответствующее решение принять для себя. Также кабинет министров рассмотрел проект закона республики о северном домашнем оленеводстве. На 1 января этого года в Якутии поголовье северных домашних оленей составило 156 тысяч голов. В кочевом оленеводстве заняты 1792 человека. Новый документ направлен на развитие отрасли и на обеспечение населения продукцией домашнего северного оленеводства. Все было получено 55 предложений и замечаний, которые были учтены, указаны полномочия государственных органов власти, указаны полномочия органов местного самоуправления, расширены обязательства хозяйствующих субъектов. На заседании рассмотрено 11 вопросов. Следующее очередное совещание Кабмина состоится в середине июня.